В хадисе пророка, алейхи салату вассалам, говорится «Продолжительность жизни моей общины между 60 годами до 70. Следовательно, достижение 40-летнего возраста означает, что ты прожил две из трех частей своей жизни и переходишь в последнюю треть. Это время, когда человек достигает полноценной зрелости, как физической, так и духовной, и способен давать объективную оценку действительности. В 40-летнем возрасте человек достигает вершины зрелости и разума, и у него появляются определенные обстоятельства. Ему следует стать более ответственным, более самокритичным, проявлять усердие в выполнении Божьих повелений и остережении от запретных деяний. Следует также проявлять благодарность Господу за Его милость, читать мольбу за своих близких, родителей и детей. Это возраст, когда человеку дается шанс осмыслить жизнь заново и вернуться на путь Всевышнего. Своего рода начало новой жизни. В то же время следует подчеркнуть, что двери покаяния Создателя всегда открыты. В любое мгновение каждый из нас имеет возможность изменить свою жизнь, открыть для себя мир духовного подъема, узреть Божественный Свет Истины. И все же не стоит откладывать это до преклонных лет. Передаются слов Абу Гурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, алейхи саляту вассалам, сказал, «Господь принимает оправдание человеку, откладывая срок его до тех пор, пока не доживет он до шестидесяти лет». Имеется в виду, что по достижении преклонных лет человек уже лишится морального права говорить, что если Всевышний продлит ему жизнь, он будет стремиться к благому и остерегаться запретного, так как ему уже было даровано для этого достаточно много лет. Поэтому 40-летний возраст – последний рубеж для праведной жизни.